всем привет а у нас на улице дождь идет придется сейчас подожду везти машулю в школу поедем на велосипедах но все равно промокнем прям такой вот знаете идет идет такой мелкий походу переставать не собирается ночью был прям ливень сегодня не очень приятно конечно уже позавтракали сейчас машинку буду отвозить 2 1 отвела отвезла ребенка в школу и приняла душ вообще все вот так все выглядит все мокрое я буду раздеваться переодеваться а милочка спит еще я машку до отвожу на еще спит как девочки готовлю кушать у меня сегодня будет тушеная картошка с капустой и мясо у меня курочка я маленькими кусочками нарезала и сейчас туда пойдет вот такие еще помидорки кусочками тут уже нарезаны и я обжарила картошечки немножко капусту что обжарила это все за мультиварку закинула и поставлю сейчас это тоже туда и буду тушить поэтому идея кто тоже не знает что приготовить не захотелось прям тушеной капусте это капец конечно дождь идет мокрые были кто что кушает у нас обед сейчас милочка тоже пообеду дает и сколько мы сейчас вот в час надо ой красотка и в час надо ее к часу в садик теперь милых ну маша сегодня у маши сегодня только четыре урока была маша ультерей волосики с глазок кто что кушает кто жареную картошку захотел ест а я свою тушеную картошечку с капустой сегодня маши пятницу именно будет такой самый короткий день четыре урока а потом когда у тебя вот в понедельник еще когда я хочу здорово я хочу а так до пол первого я хочу у нас только есть до шести а значит я хочу только шесть не до шести а шесть уроков так девочки сейчас я изменяю что в таком виде а значит что хотела я думаю пока сразу пока я не забыла потому что могу поступил вопрос под последним видео комментарий рассказать во первых там про то где мы живем то ли андрей с нам то ли мы с ним то непонятно смотрите хорошо видео инстаграм может быть кто-то если попадает на прямые трансляции вот и я не раз видео тоже говорила девочки будьте повнимательнее пожалуйста а что расскажу на всю предысторию чтобы действительно было все понятно когда мой дима начал ездить сюда на работу естественно он останавливался жил он у своего брата квартире до логично и когда мы решили сюда переехать я искала квартиры по интернету но во первых здесь тяжело найти именно в этой деревне и я пока еще детей мы не записали не в садик не в школу я искала еще по окружности чтобы если мы найдем квартиру именно там прописать детей но я скидала и номера телефонов диме но он мне сказал что иная пока тебя здесь нету я этим заниматься не буду потому что во первых не никогда ездить под термином этим да и во вторых ты должна тоже присутствовать чтобы смотреть квартиры понравится тебе не понравится поэтому ждал пока я сюда приеду естественно обговорили такой вариант что первое время мы поживем у андрея когда мы приедем в его квартире вместе с ним вот и квартира четырехкомнатная в принципе места хватает и так как мы записали детей уже здесь именно эта деревня называется грузендорф мы записали здесь в садике в школу хорошо зай можно завтра выходной можно завтра выходной ура вот так как мы записали уже здесь детей садике в школу то естественно сейчас квартиру нам надо искать именно здесь вот или я когда получу права тогда уже можно где-то по окружности же искать то есть здесь вот скопление таких маленьких деревень кто и живет здесь называется это все вместе за сенбург да кто живет и знает да кто живет здесь то знает что скопление то есть рядышком то 6 километров то 7 километров друг от друга тогда что можно тогда уже там найти квартиру и возить детей сюда в садике в школу в принципе поэтому сейчас мы пока живем и естественно я все равно смотрю еще в интернете может быть где-то что-то здесь именно появится чтобы именно в этой деревне потому что понятно хочется что-то свое но в общем время покажет нас никто отсюда не выгоняет мы никого не выгоняем нам всем хорошо жить вместе поэтому так вот у каждого своя комната андрей нам отдал спальню а мы здесь вот немножко разместились уже и мебели все потом покажу вам как-нибудь потом он себе тоже взял у него там где комната и детская комната и зал полноценно как зал поэтому все вот так вот что и еще что спрашивали насчет маши почему ну что маша уже достаточно типа большая девочка и почему она сама не ходит в школу и не приходит со школы ну во первых скажу знаете для каждого наверное восемь лет это может для кого-то это большой большой ребенок взрослый для кого-то нет для меня 8 лет это недостаточно еще взрослый ребенок что может сам ходить в школу вот для меня лично это так вот это во-первых и во-вторых чтобы один я еще раз скажу чтобы один ходил ребенок да потому что у нас когда мы жили в быстрый капель не а маша ходила в школу вместе со своими друзьями с леном с кристином по утрам они вместе встречались то есть они же мы жили через дом друг другу и они вместе ходили в школу из со школы я машу всегда забирала потому что ну маша ходила на продленку а ребята не ходили на продленку это во-первых во вторых почему я не хочу потому что знаете в наше время много всяких придурков скажем так и у нас здесь тоже очень много беженцев для то это ни для кого не секрет что в германии сейчас очень много беженцев и здесь их тоже хоть маленькая деревня но они по соседству других деревнях живет и я здесь вижу очень много беженцев ездить пешком ходят на велосипедах ездят поэтому это вторая причина потому что мне кажется кто живет в германии даже может быть и не в германии много слышали если что то случалось с германии то это в основном было связано все с беженцами поэтому как бы знаете тоже я не хочу отпускать одного ребенка чтобы она ходила и не дай бог что-то случится поэтому я лучше знаете сама и и отведу и сама заберу вот если кто-то считает что 8 лет и это нормально пойти самому кто может сказать кто-то вот у меня тоже такой же ребенок и ходит сам школу и назад это ваше право вы как родители решаете сами для себя да то есть кто ходит кто не ходит я своего ребенка буду отводить и забирать если у маши кто-то по не появится здесь рядышком друзья уже я конечно буду ее вместе с ними отпускать но одну нет одно я не хочу и отпускать я считаю что знаете каждый родитель решает поэтому у меня вот так вот с понедельника у милочки сейчас начинается занятия по должно было с сентября месяца но они что с 14 сентября но они там что-то перепутали и будет уже вот 14 получается августа с понедельника она пойдет с 8 50 у нее начинаются в школе занятия по немецкому языку получается на два часа 8 8 50 я буду отводить школу это прям школе потому что там садик со школы они вместе работают вот понедельник вторник и среду с 8 50 до 10 40 у нее занятия поэтому нам и завтра еще поедем надо там и краски купить карандаши и тетрадку ножницы клей в общем все это надо тоже купить они как-то ну видно будет наверное рисовать какими-то такими игровыми методами еще на более учить немецкий да скажем так и на это в германии называется фердерунг вот поэтому мы ее туда записали мы хотим чтобы она перед школой подготовилась и чтобы она у нее немецкий еще лучше стал